Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Сегодня пишут о том, что украинцы поблагодарили Алену Хмельницкую, актрису, за пост, который она написала к годовщине проведения операции. «Сколько много горя, — пишет Хмельницкая, — жить невозможно, целый год прошел. Я глубоко сочувствую людям, которые потеряли родных и близких, свои дома, и тем, кто потерял свою истинную сущность, совесть и сострадание. В СМИ пишут, украинцы поблагодарили актрису, считая, что слова были обращены к ним. Позже Хмельницкая прокомментировала написанное, она пишет, «Это нейтральный пост, просто я человек и умею сопереживать». Очень много комментариев я смотрю в сети. Друзья, дело все в том, что с моей точки зрения, естественно, будет ощущение, что она пишет, ну, осуждая проведение операции, да, тем, кто потерял свою истинную сущность, совесть и сострадание. Вполне вероятно, может быть, так и есть. Она уже высказывалась, Алена Хмельницкая, совсем недавно. И она, конечно, понимает, что если украинцы благодарят, это сейчас разнесут, будут говорить об этом, а что будет дальше. И она добавляет на нейтральный пост. А зачем что-то сейчас вообще писать в публичном пространстве? Вы понимаете, с моей точки зрения, когда идет активнейшая фаза операции, лучше помолчать, не давать оценок. Потому что, с моей точки зрения, такого рода оценки можно давать по окончании. Потому что будет очень четко и хорошо понятно многим, я думаю, уже до конца, что да как на самом деле. Мы-то с вами все понимаем, патриотически настроенные граждане, мы слились в едином патриотическом порыве. Но как расценить эти слова? Сколько много горя! Жить невозможно! Целый год прошел. Я глубоко сочувствую людям, которые потеряли родных и близких, свои дома, и тем, кто потерял свою истинную сущность, совесть и сострадание. Но давайте проанализируем, сколько много горя, жить невозможно. Ведь она о чем говорит? О том, что операция принесла это? Она не понимает цели, она не понимает причины, которые мы с вами разбирали. Целый год прошел. Я глубоко сочувствую людям, которые потеряли родных и близких, свои дома. Ну, а где дома? Понимаете, может быть, она сочувствует жителям Донбасса, что они все 8 лет теряли дома. Может быть, так? О ком она пишет? Вы понимаете, конечно, здесь можно двояко все это трактовать. Лучше воздержаться, если ты не можешь прямо сказать, как Нагиев. Ну, не можешь ты взять и прямо сказать, ребята, я за тех и за этих. И против вот этих. Не надо завуалированно писать, давая возможность людям что-то додумывать и домысливать. Если ты не хочешь, конечно, чтобы потом тебя украинцы благодарили. Прямо нужно говорить. Друзья, что думаете на сей счет? Сейчас такое время, я считаю, когда нужно говорить прямо. Друзья, что думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости. Новости в формате 24 на 7. Плюс мои ролики на социальные и политические темы. Друзья, здесь на ютюбе есть канал. Он тоже называется Будда Гришна. Новости. Он резервный, запасной. Подпишитесь, чтобы мы с вами просто не потерялись в случае чего. Успехов, здоровья.